всем большой привет добро пожаловать на мой youtube канал у меня конечно не самая шикарная шевелюра но мне есть что вам рассказать много лет назад еще с 2016 по 2019 я была такой прям тотальной блондинкой в этот период я тратила кучу денег на то чтобы красить волосы кучу денег на уход у меня меня было очень много различных шампуней без слс и так далее без парабенов без всякой химии для того чтобы волосы лучше росли мне на тот момент отказалась было несколько масок там луковая с красным перцем а постоянно втирала никотиновую кислоту периодами месяц стирала месяц отдыхала но тем не менее мои волосы всегда были вот на вот таком вот уровне и дальше они не росли потому что все время ломались я за ними как оказывается неправильно ухаживала мне вообще их нельзя было красть потому что у меня очень тонкий волос и когда его обесцвечивают он просто-напросто ломается и каждый раз представьте я отваливала по 30-40 тысяч на обесцвечивание а потом за несколько месяцев они просто все ломались в итоге в какой-то момент я психанула это был двадцать первый год я уже начала просто тонировать в салоне под такой более натуральные темные русый цвет и постепенно отрезали вот эти вот которые неровности были в разную сторону не наклонялись я каждый раз буду прикреплять здесь фотографии чтобы у меня понимали какой головой я ходила на тот момент и в итоге я психанула не помню какой это был месяц это было по моему как раз таки апрель или май двадцать первого года мне просто отрезали где-то вот наверно до сюда то есть у меня было наверно удлиненные коры практически даже мне кажется еще короче ну в общем чуть чуть ниже плеч волосы у меня были потом я забеременела в августе месяц двадцать первого года и в салоне мне одна мастер сказала которым я постоянно подстригала кончики что можно купить тонирующий бальзам который будет тонировать мой мой на тот момент обесцвеченный темный русый цвет а мои волосы сейчас они вот такие вот это мой натуральный цвет и она мне посоветовала бальзам с валдериса заказать который будет тонировать в мой натуральный я каждый раз этому бальзамом пользовалась пользуюсь им до сих пор в его вам покажу чуть чуть позже очень классный бальзам и на две недели мне его хватает причем он не делает никакой рыжины никакой черноты не фиолетовые не зеленые волосы такие вот как как мне нужно и выходит что за беременность у меня волосы очень хорошо выросли но все равно вот вот эти вот края из-за того что они были обесцвеченными хоть я их и тонировала бальзамом они все время отдавали в какой-то такой рыжий кирпичный некрасивый цвет и поэтому я все равно каждые два месяца ходила и отрезала по несколько сантиметров которые то есть отрастут 2-3 сантиметра я приду и мне их отрежу то есть мои волосы все равно были все время на одной длине и только после того как я родила мои волосы уже стали полностью по длине моего цвета сейчас я тонирую бальзамом только для того чтобы выравнивать цвет потому что все равно на солнце здесь выгорает тут все равно какой-то тоже как будто бы выгоревшие вещи на кончиках цвет и чтобы они равномерно были одного цвета я все равно пользуюсь периодически бальзамом это раз-две недели я бы сказала после родов через какое-то время у меня начали очень сильно выпадать волосы и конечно я не прям начала бить тревогу потому что я понимал что они все равно это такой период если за беременность они практически не выпадали и хорошо росли то значит после родов они по-любому будут возобновляться то есть старое выпадет новое вырастет но этот период нужно пережить мне еще очень сыграла на руку то что я разбираюсь питание потому что я нутрициолог и не знаю многие нюансы в питании я можно сказать особо не переживала они все равно росли и как видите вот сыну будет два годика уже в июне получается за за два года выросла наверно вот вот это вот все это если еще учитывать сколько раз я их отрезала потому что после того как они начали выпадать после родов я отрезала наверное где-то вот столько потому что они были все кривые потом через какое-то время отрезала еще вот только же то есть все равно они очень быстро растут они очень классно растут они стали такими густыми у меня никогда в жизни не было таких густых волос мне кажется потому что они у меня тоненькие хоть их и много но они тонкие и всегда казалось что у меня мало волос на самом деле у меня их предостаточно просто из-за того что я все время обесцвечивала и они ломались они просто не знали как они могут выглядеть на самом деле и как хорошо что все таки у меня наконец-то переклинило вот этот бзик что я должна быть блондинкой я наконец-то натуральная красивая а теперь я хочу показать вам все свои уходовые средства за волосами и первое с чего хочется начать лосьон для роста здоровых волос диких hair который рекомендуют трехологи вы поняли из моего предыдущего рассказа я испробовала множество различных средств для роста и ухода за волосами и за этот я точно могу ручаться данный лосьон работает по принципу продления фазы роста волос за счет чего увеличивается густота волос ускоряется ее рост на 70 процентов волосы становятся толще и плотнее ни одно другое средство на рынке за месяц не даст такого результата и комплексного решения задач это средство заменит множество других средств которые вы когда-либо использовали для роста волос пользоваться лосьоном довольно просто его хватает кстати на месяц достаточно 1 2 пипеток на всю голову сыворотку втираете в кожу головы утром или вечером после нанесения делайте такой легкий небольшой массаж чтобы лосьон быстрее эффективный проник в кожу он не жирнит волосы и оставляет небольшой прикорневой объем лосьон нужно оставлять на голове на срок не менее 8 часов для меня это кстати очень удобно потому что утром я просыпаюсь и мою голову голову я мою каждый день вот такой вот у меня тип кожи головы очень жирные если я не буду мыть ее каждый день я буду постоянно сходить с салеными волосами этот лосьон нужен всем и он максимально доступен для каждой просто посчитайте сколько вы тратите на бесполезные баночки которые не дают долгого результата или на прием врачей теперь у вас есть возможность не проходить мой путь проб и ошибок а сразу начать проверенных мною рабочих продуктов ссылку на лосьон я оставляю в описании к этому видео и по промокоду васмут вы получаете скидку 7 процентов с мытьем головы каждый день кстати я смирилась наверное уже как года два до этого чего я только не пробовал теперь покажу вам остальные свои средства здесь у меня не все у меня закончилась маска для волос если меня в бутыле шампунь точно такой же как бальзам из этой серии стель я разные серии берут и такой полупрофессиональный мнение очень приходит очень нравится потом лосьон про которые только что вам рассказывать и кахе и также последний год я подсела на вот такой вот спрей для волос от тоже стель уже сколько раз таких брала маленькие большие тубы у них есть и вот это вот тот оттеночный бальзам point который покупаю обычно на волберест если кому-то нужно будет ссылка пишите мне я вам скину артикул если вспомнить раньше я покупала очень много разных шампуней таких непрофессиональных обычных из масс-маркета какие-то натуральные типа натурасибирики мне их было очень много разных на разный тип волос для жирной кожи головы для сухих кончиков я их чередовала думаю о том что мне это все будет помогать но не тут-то было сейчас я просто покупаю по этой же цене если суммировать все те шампуни просто другой более профессиональный волосы раньше я тоже не сушила думаю о том что фен будет их портить ломать хотя он и так их ломал потому что они просто были безжизненными до них было невозможно прикасаться они мне кажется ломались просто даже от ветра теперь я сушу волосы каждый день и они все равно выглядят прекрасно самое главное всегда наносить термозащиту ту который я наношу вы уже только что увидели она тоже заменила множество различных средств которыми я раньше пользовалась и масла наносила и чем я только не мазала свои волосы мне кажется чем больше средств и мажешь тем хуже им потом от этого становится я практически постоянно хожу с прямыми волосами они сами по себе мне такие прямые никак не завиваются если наверное проблема таких волос это то что если ты соберешь волосы в хвостик или какую-то косичку не сразу появляется различный залом потому что они просто стеклянные как будто бы кручу я их наверное если на скидку сказать раз в месяц и в принципе все всегда мне проще просто помыть голову высушить и быстрее бежать по своим делам я считаю что длинные волосы подходят практически любым девушкам у меня всегда самого детства был дик отрастить долину до практически попы сейчас моя длина до талии до попа мне осталось совсем немножко думаю до конца года они у меня очень хорошо вырастут поэтому всем вам желаю ту длину волос ту пышноту волос которую вы хотите тот цвет волос который вы хотите лучше конечно пускай он будет натуральный потому что кому как ни природе знать как мы должны выглядеть на самом деле в общем всем желаю красивой косы всем большое спасибо за просмотр обязательно пишите в комментариях чем вы пользуетесь какие у вас шампуни и бальзамы уходы для волос и из-за кожи головы тоже буду с вами прощаться всем спасибо за просмотр и всем пока пока